Приветствую дорогие друзья, с вами как всегда Штором. И да, я решил запустить еще путь к 1 миллиарду за лето на родину РПС сервера Восточный Окру. То есть 1 миллиард за лето мы должны будем с вами поднять и на Аризоне, и на родине. Я думаю это будет очень жестко и очень интересно. Поэтому парни, я вас просто попрошу поставить лайк, чтобы данный путь продолжался. Ну что ж, сам не буду затягивать, если еще не начали играть со мной, то вся инфа есть в описании как начать игру. Также давайте для вас сегодня разыграем 1000 языков в абсолютно любом сервере родины. Просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий по теме данного ролика. Ну что ж, полетели. Я жду ответа, больше на вешне, скоро кончится лето. Итак, будем мы начинать как обычно с полного нуля, поэтому создаю аккаунт. Ник мне придумал искусственный интеллект, Влад Шапочкин. Ну я думаю неплохой Ник, окей, полетели. Все квесты проходить, конечно же, я сначала не буду, потому что это скучно. Ну поэтому для начала я, наверное, съезжу все-таки за паспортом, потому что без паспорта никуда. Итак, прибыл я в мэрию и быстренько получаю паспорт. Пока я ехал назад, здесь встретил необычных типов. А, мы в аварию попали. Вызови полицию и скорую, пожалуйста. Сдаю квест с паспортом, получаю плюс 10 тысяч и решаю поехать на шахту, чтобы подзаработать первую капусту. Ну что ж, я уже на шахте и давайте здесь немножко подзаработаем, чтобы могли купить там какой-то чаек фермы или шахты, чтобы быстрее можно было заработать бабок. Итак, ну что, я уже наработался, 10 металла и 20 камней. Думаю, этого будет мне достаточно, чтобы купить себе какой-то чаек. Также я залетел в автошколу, где сдал на права на авто. Отлично. После чего я прибыл на центральный рынок и начал здесь искать чай шахты, либо чай фермы. Нашел я чай фермы за 120 тысяч и решил его купить. Это чистый чай, с которым мы будем дропать x3. Отлично. Прибыл я на ферму льна и хлопка, заюзал чаек и начал здесь работать. Так, парни, сейчас уже будет пейдейчик, поэтому я прилетел на металлоискатель и здесь покупаю самый дешевый металлоискатель и самую дешевую лопату. Ну что, ждем пейдея. Итак, ну что, у нас уже пейдейчики, погнали с вами искать клад. Нашел первый клад, наконец-то. Здесь у нас сертификат азекоинсы, материалы и сертификат азекоинсы. Еще и бронза. Отлично. Давайте все азекоинсы, которые у нас есть, переведем в уровень. И мы уже с вами апнули четвертый уровень, за что получили 250 тысяч за то, что ввели ник Хасбик Штором. Поэтому тоже вводите его, если хотите, на шару получите 250 тысяч. Ну и погнали искать дальше. К сожалению, больше я ничего не нашел. После чего я отправился опять работать на ферму льна и хлопка, так как у меня уже здесь заюзан чаек. Работал я опять до пейдей, а после чего я опять погнал на металлоискатели. Погнали искать клад. Итак, вот у нас кладик и смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас аксессуары, кстати. Маска черепа, крылья ангела, санки на спину и крышечки. Ну неплохо. Погнали искать дальше. Еще один клад. Окей, давайте смотрим, что здесь у нас. И здесь у нас ящик джентльмена, ящик Марвел, подарочки и крышечки. Ну отлично. Перезайдя на спавне, у нас даже был какой-то концерт. Я дал челику 15 тысяч за его ангельский голосочи. После чего я прибыл на центральный рынок, где выставил все, что у меня было на продажу. У меня купили на 2 миллиона, ну еще много чего не скупили. Например, подарочки и вот ящик джентльмен, давайте его, кстати, откроем. С него выпало 3 единицы экспи, их мы тоже заюзаем. После чего я отправился в центр занятости, где устроился на работу водителя автобусника и взял квест на водителя автобусника. После чего приехал на стоянку автобусов, где арендовал автобус и поехал работать автобусником. Проездил сто чекпоинтов, за что получил плюс 2 ларца с премией, 47 тысяч и еще экспу. Отлично. Прибежал на центральный рынок в поисках чистого чая шахты. В лавках его, к сожалению, не было, поэтому я начал кричать на CR и ко мне подбежал челик и продал мне его за полмиллиона. Ну неплохо. После чего я прибыл опять на металлоискатели. Погнали искать. Итак, вот у нас первый клад, давайте его слутаем и смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь полное дерьмо. Автоящик и котики. Ну ладно. Еще один клад и в нем у нас уже неплохой лут, семейные талоны, серебряная рулетка и золото 4 штуки. Ну отлично. Семейных талон, если что, 3 штуки. После чего я прибыл на шахту, заезжал чай шахты и начал здесь работать. Работал я опять до Пайдея и опять прибыл на металлоискатели. И начал искать клад. И нашел наконец-то клад и здесь у нас ящик джентльмена, серебряная рулетка и крышечки. Ну да, так себе лут. И давайте опять заезжаем экспу. Точнее мне дало 10 азакоинцев за то, что я отыграл уже 5 часов. Я его юзаю и получаю плюс 20 экспы. И мы уже пятый уровень. И опять я прибыл на шахту, чтобы дальше здесь работать. Ну что ж, я опять на металлоискателях. И надеюсь, что сейчас нам повезет с кладов. Так, первый кладик. И у нас здесь котики, ящик джентльмена и бронзовая рулетка. Ищу дальше. Еще один клад. И здесь автоящик, подарки 20 штук, золото 5 штук и крышечки. Отлично. И после чего я прибыл на центральный рынок, где выставил все, что у меня было на продажу. И у меня уже купили на 5,6 миллионов. Отлично. Ну и под конец данной серийки я залетел еще на мероприятие с собирателей. Я думаю, за первую серийку 5,6 миллионов это довольно неплохой результат. Поэтому, братва, если вы хотите продолжения, то ставьте лайкосы. Продано 50 лайков. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Всем пока. Ай, мы в аварию попали. Вызови полицию и скорую, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...